Расскажите про худшую работу в вашей жизни. Все новички были обязаны в первый рабочий день играть в медведя, что подразумевало надевание поверх униформы официанта огроменного медвежьего костюма и головы с кучей меха, через который не было видно ровным счетом нихера. Когда ты нарядился, тебя начинают раз в час водить по всему заведению, чтобы ты махал родителям и играл с их детьми. Если ты хоть раз откроешь рот, тебя уволят, потому что дети не должны распознать в медведя переодетого официанта. Пытаясь впечатлить своего босса, я старался изо всех сил. Я танцевал, отвечал всем жестами, дурачился, посидел на коленке какой-то манки, взирошил волосы одному бате, за что тот прорычал, отвали от меня или я тебя пырну. Боссу так понравилось, как я вошел в роль, что он сделал меня медведем на постоянной основе. И все бы ничего, но на дворе стоял август и было настолько жарко, что в ресторане накрылась кондишка. Костюм медведя не стирали ни разу за всю историю заведения, так что он служил своего рода памятником поту сотни павших официантов. Дети любили со всей дури врезаться в медведя башкой, из-за чего мои шары страдали с незавидной регулярностью. Да и вся команда официантов относилась ко мне с отвращением, ведь они думали, что я просто дурачусь, лишь бы не работать. Ну да, ведь это гораздо проще, чем пополнять гостям напитки и подносить две тарелки с лазаньей, разогретой во второй раз. Повидал я разных паршивых работенок, но ни одна из них не сравнится с работой чела, который как-то позвонил на радио. Там проводился конкурс на худшее название должности и сказал, что он устранитель куриных попок. Ему нужно было стоять на линии убоя и проверять, чтобы у куриц не было жоп. Если они были, то он должен был это исправить. Расскажите, почему вы хотите занять эту должность? Понимаете, я всегда обожал не есть куриные жопы и подумал, что я могу сделать этот мир лучше. Мне важно быть уверенным, что моя семья никогда не употребит в пищу куриный анус. Только это уже достаточно веская причина. Расскажите, почему вы хотите занять эту должность? Так я не хочу, просто я нищий и готов поспорить, что у вас больше нет желающих. Вы приняты. Пожалуй, это была работа в фирме, которая занималась переездами. Все с ужасом всегда ждут день переезда, а меня переезды ждали каждый день. А мне нравилась эта работа. Каждый день тебе попадается новый дом со своими сложностями, и ты знакомишься с новыми людьми, которых пытаешься развести на чаевые. Тут тебе заодно и тренировка. Бесили только безграмотные уроды коллеги и недобросовестные начальники, из-за которых мне пришлось уйти. Я посыпал мытый картофель грязью, чтобы при его доставке в супермаркет все выглядело так, будто его только что достали с грядки. Самая депрессивная подработка на празднике, которая у меня была. Я работал в продуктовом магазине. Наш менеджер требовал от нас мыть весь грязный картофель и морковку, прежде чем они окажутся на полках. О нет, а как же все мои усилия? Уборка отеля. Я отмывал все возможные субстанции, которые могут выйти из человеческого тела. Началось все в 14 лет, со случайной почасовой халтурки в одном отеле. Место принадлежало женщине, которой было глубоко плевать на процедуры утилизации опасных отходов, из-за чего мне пришлось убирать что-то очень похожее на место убийства с помощью одних только кухонных перчаток и отбеливателя. Помню, зайдя в тот номер, я был уверен, что за занавеской в ванне я найду жмура. К счастью, там никого не было, только море кровяги. Хозяйка не дала мне сообщить об этом в органы и заставила меня все вымыть. Я так и не позвонил в полицию, так как не хотел в 14 лет влипнуть в какое-то дерьмо из-за уборки места преступления. Крупье в казино. Да, ты много узнаешь о различных играх и можешь играть в карты всю смену. Да, можно прилично заработать на чаевых и так далее. Однако, тебе приходится иметь дело с худшими персонажами на свете. Как только люди за твоим столом начинают проигрывать деньги. От нескольких сотен до нескольких тысяч за раз. Внезапно веселая атмосфера сменяется высасывающим душу напряжением. До той степени, что ты начинаешь слышать, лучше бы тебе не возвращаться после смены домой в одиночку. Но у тебя есть возможность подозвать своего питбосса и сказать, этот клиент только что угрожал мне. И все, бум, его выгоняют венком под зад, банят на полгода год, а иногда даже вменяют статью. Периодически я получал дикий кайф, когда чела отхватывали по заслугам. Кому лень читать, потому что много букв, и я бы не рекомендовал работать в крупье в казино, эта работа явно не для всех. Но если ты студент и хочешь нормально заработать, то это нормальная работа, но со своими минусами. Уверен, другие крупье со мной согласятся. Ходил от двери к двери и втюхивал людям солнечные панели, работая на одну коррумпированную энергокомпанию. Нет ничего прекраснее, чем стучаться во входную дверь во время игры патриотов. Эта работа была бы худшей в моей жизни, если бы я на нее согласился. В общем, я отправил резюме на хлебобулочный завод. Должен был стать специалистом по санитарной обработке. В объявлении было сказано, что работа подразумевает разборку, чистку и сборку оборудования. Однако, когда я пришел на собеседование, которое оказалось уже обучением, ко мне подошла одна милая старушка и сказала, что на самом деле мне нужно будет стоять у конвейерной ленты и выполнять лишь одну простую задачу. Снимать с конвейера под нос и с хлебом, разворачивать их на 90 градусов и перекладывать на другой конвейер. И так на протяжении 12-ти часовой ночной смены. Моя зарплата выросла бы вдвое, но я понял, что не осилю. Я надел свою кепочку и вернулся обратно в ресторан лепить буррито. И даже в самые темные дни работы в ресторане я потом успокаивал себя тем, что вспоминал ту работу и понимал, что все может быть куда хуже. Сейчас работаю продажником в магазине, и эта работа высасывает из меня все соки. Если бы я не знал, что скоро уволюсь, не думаю, что смог бы заставить себя вылезать по утрам с постели. Одна из причин, почему я тоже ушла с работы в магазине. Меня серьезно напрягало, что мне нужно выходить на работу на праздники по выходным и выслушивать оскорбления от посетителей всезнаек. Тот ублюдок, который придумал, что клиент всегда прав, должен получить по морде. Я работала в школе тренером по боевым искусствам. Я начала заниматься очень рано и уже в 13 лет получила черный пояс. Поверьте, мужское неуважение к женщинам в боевых искусствах – это просто цветочки по сравнению с тем, какого говна я наслушалась от других женщин. Работа с детьми была прикольна, но коллеги у меня были ужасные. Я собирал в Австралии манго. Многие не знают, что если неаккуратно обломать стебель манго, то оттуда пойдет ядовитый сок, от которого кожа покрывается жуткими волдырями. Но это была лучшая работа в плане пейзажей. Австралия – страна, где тебя может убить даже фрукт. Пятисотки в той зараз. По сути, в описании работы было сказано, что мы должны работать с крупногабаритными вещами за магазином. Разгружать фуры с товаром, убирать коробки и так далее. Но несмотря на это описание, мы называли друг друга пятисотками, так как помимо этого от нас требовали выполнения еще пятисот задач в самом магазине. Мы охраняли кассу, работали на этажах, выполняли работу уборщиков, поправляли товары на прилавках, отвечали на звонки. Короче, этот список можно продолжать бесконечно. Это была настолько утомительная работа, что под конец длинных смен хотелось просто сдохнуть. Я вырезал причудливые стеклышки для мозаики. Стеклорез – это, по сути, ручка с маленьким металлическим колесиком с одной стороны и металлическим шариком с другой. Стекло обычно было толстым, тяжелым, дорогущим и острым. Но его вес, толщина и текстура порой значительно варьировались. К примеру, тебе мог попасться гладкий зеленый лист трехсантиметровой толщины, а следом шел текстурный пятисантиметровый оранжевый. При этом тебя ничему не обучают. И стеклянная пыль – это не шутка. Кончики моих пальцев разбухали от малюсеньких стеклянных осколков. И я разбил стекла на сумму больше, чем стоит вся моя жизнь. Это была короткая подработка. Работала менеджером местного ресторана. В среднем пахала по 10-12 часов в день. Я периодически закрывала ресторан в час ночи, только чтобы потом открыть его в 8 утра. И так 6 дней в неделю. Хотя и в мой единственный выходной я все равно должна была в 8 утра быть на освещании. Моя первая работа секретаршей в юридической фирме. Я работала на одного высокомерного, грубого, несносного и вообще мерзкого юриста. Фирма находилась в небольшом городке. В ней было всего 3 юриста и еще 6 человек обслуги. Владелец фирмы часто слетал с катушек, орал на персонал, унижал всех и мог в порыве ярости уволить человека на ровном месте. Проработав там порядка двух лет, я застала как минимум 20 увольнений по его инициативе. Но среди обслуживающего персонала все поддерживали друг друга. И в целом это была кучка классных людей. В конце концов я тоже попала под горячую руку этого мужика, когда не смогла найти адрес, куда надо было отправить одну посылку. Причем я делала это в одолжении его секретарша, которая сидела практически в слезах, так как не успевала выполнить всю работу до его отлета в командировку. По итогу я засудила этого козла за необоснованное увольнение. Он боролся со мной до последнего, но я все же выиграла. Работа учителем. Я быстро вышел из этого дела. Теперь прекрасно понимаю, почему многие молодые учителя так быстро ломаются. Эти дети, их родители, бесконечная бумажная работа, бесполезная школьная администрация и не минуты покоя. Техподдержка в ипотечной компании. Поначалу это была обычная айтишная работа, на которой я решал технические проблемы. И мне все нравилось, насколько может нравиться работа, до тех пор, пока моя работа каким-то странным образом не превратилась в помощь людям, которые понятен и имели, как выполнять свою работу. Я стал делать все, о чем они меня просили. Считать ипотечные платежи, составлять кредитные отчеты и делать прочую андеррайтерскую херню. И если я только заикался о том, что вообще-то наш отдел не должен заниматься такими вещами, эти идиоты шли плакаться моему начальнику. Вообще, я был менеджером отдела, но по факту никакой власти у меня не было. Это был просто бессмысленный ярлык. И их обязанности внезапно становились нашими. Я работала в колл-центре во время выборов 2012 года. По сути, моя работа заключалась в том, чтобы обзванивать людей и агитировать их голосовать за Обаму. Во время ужина. В Канзасе. Однажды я принял предложение о работе в маркетинговой компании. Мне нужно было подходить к людям в торговом центре и проводить опросы. Мимо меня проходили сотни людей и намеренно избегали со мной встречи глазами. Я как будто был призраком. Отвратительная работа. Ненавидел ее каждую секунду. Я уволился буквально через 6 часов. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео расскажите про худшую работу в вашей жизни. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока. Субтитры подогнал «Симон»